Маникюр и педикюр пользуются спросом среди представительниц прекрасного пола в любое время года. Это прибыльный бизнес, однако и здесь есть свои нюансы. В целом же открыть маникюрный салон с нуля при правильном подходе и продуманном бизнес-плане под силу любому начинающему предпринимателю. В программе «Малый бизнес. Большие успехи». Подробно, как стать успешным в этом сегменте. Владелица ногтевой студии Юлия Синева поняла, что у нее будет свой бизнес, когда ей было всего 11. Мама привела дочку в первый раз на маникюр, и девочка буквально влюбилась в этот процесс и начала коллекционировать лаки. Закончив учебу и поступив на заочные, Юлия стала работать ногтевым мастером. Делала маникюр хорошо, быстро, качественно. Была клиент-ориентированным мастером, все время училась и так далее. И благодаря этому у меня была хорошая клиентская база. На тот момент, когда я уже два с половиной года работала у мамы в магазине, у меня уже невозможно было ко мне записаться. То есть запись была на полгода вперед, плотная, и клиенты просто новые не попадали ко мне. Пришлось брать инициативу в свои руки и открывать бизнес. Начала Юлия с того, что стал обучать мастеров своей выработанной технике аппаратного маникюра. Сначала у меня было два мастера, обучила их, и уже переехала в помещение, первое помещение, которое уже тогда называлось студией «Большое красное яблоко». Оно было небольшое, 36 квадратных метров, совершенно ни по какие нормы СЭС не подходило, но тем не менее, через год эта студия уже переросла себя. И у меня было пять мастеров в штате, и они уже тоже были заняты, к ним было сложно записаться. После этого я приняла решение расширяться еще больше. И сейчас у нас студия 157 квадратных метров. На данный момент штат у нас небольшой, как я считаю, это 21 сотрудник у нас на данный момент, но в возможности этой студии 56 сотрудников. Поэтому мы стремимся к этому, идем к своей цели, и я считаю, что у нас все получится. Юлия Синева, открывая свой бизнес, стремилась как к профессиональному росту, так и к прибыли. Об этом говорит открыто, не стесняясь. А зачем тогда открывать свое дело, если не хочешь заработать? Так как я была хорошим мастером, мне просто уже некуда было расти. А мне тогда был 21 год, когда я открыла свою студию, и хотелось больше, хотелось больше зарабатывать. И таким образом приняла решение. Вот, желание заработать. Работая ногтевым мастером, девушка деньги не тратила, вкладывала только в развитие и рост своего предприятия. Признается, что была поддержка от родных. Небольшими шагами, но движение только вперед. Как мне многие говорят, а почему там у тебя уже не пять студий за три года? Ну, потому что мы делаем все на свои деньги, мы развиваемся потихоньку. Но, тем не менее, с каждым месяцем у нас показатель все лучше, лучше. Ну, немного, но мы растем. Студия «Большое красное яблоко» абсолютно не похожа на все, которые есть в Самаре. Здесь не удастся быстренько забежать на процедуру и после убежать в поток трудовых будней и бытовых дел. Все, что вы видите, это я сама придумала. Из-за этого, на самом деле, я набила себе очень много шишек. Например, там вот кресла, которые мы сейчас продаем, потому что оказалось, что они красивые, дорогие, но для маникюра они не так удобны. Вот можете посмотреть, что у нас гость сидит на обыкновенном стуле. Здесь вас непременно устроят в уютном кресле, предложат свежесваренный кофе или чай. Предложат на выбор более чем 250 оттенков гель-лаков, коллекция которых постоянно пополняется в соответствии с последними трендами. И из 200 материалов для создания самых смелых и оригинальных дизайнов. Цена за маникюр средний – это где-то 1300 по Самаре. У нас минимум 1430 рублей стоит маникюр плюс гель-лак у мастера. Да, чуть выше среднего, но мы знаем, за что мы просим. Такой стоимость у нас есть сервис, у нас есть качество, у нас повышение квалификации у всех мастеров стабильно. Хорошие материалы дорогие, не дешевые, не Китай, которые не вредят вторую нашим гостям. Работает в студии только на стерильных инструментах, новом оборудовании, качественных материалах и поэтому смело заявляют. Я хочу классную команду мастеров. Я понимала, что хорошие мастера будут хотеть только на дорогом, хорошем оборудовании работать. И поэтому мы всегда покупали самое лучшее. В конкурентной борьбе с полнопрофильными салонами побеждают специализированные студии. Мастер маникюра гораздо лучше разбирается в тонкостях и новшествах своего дела, нежели специалист широкого профиля. Но опыт приобретается не за один месяц и даже год. И чтобы заработать свою базу, нужно хорошенько потрудиться. Эта работа, вы зарабатываете деньги только, когда вы сами работаете. То есть, естественно, если вы не можете заболеть, уйти на больничный и так далее, вам никто не будет платить, вам нужно работать. Поэтому у меня вырубилось отличное качество. Я очень такой хороший трудоголик, такой сотрудник, который работал по пять дней в неделю, принимал по семь клиентов в день. У меня был 12-го рабочий день. И благодаря этому у меня появилось много клиентов. Студия ногтевого дизайна будет успешной, если предложат клиентам весь спектр услуг. Маникюр, педикюр, наращивание, моделирование, художественную роспись, спа-процедура. У посетителей нет времени ездить в разные кабинеты и за каждой процедурой. Клиент желает получить обслуживание в одном месте, и тогда он будет лоялен к заведению. Я бы хотела открыть небольшую студию, вторую, но только вчера подвела итоги по расчетам, сколько еще вложений требует данная студия. И на самом деле вложения большие, и они равны открытию новой студии. То есть, чтобы нет смысла открывать, если у нас продукт сырой. Конечно, мы представляем услуги, но я знаю, что можно лучше, можно круче, можно больше мастеров, можно больше клиентов. Поэтому мы сейчас будем дорабатывать от студии до ума, и тогда уже приступать к следующей. Маникюрные салоны в разных концепциях пользуются большой популярностью в Самаре. Особого успеха добиваются те мастера салонов, которые качественно выполняют услугу, следят за тенденциями сферы, являются специалистами ногтевого сервиса. К ним записываются заранее. Большинство клиентов – постоянные. Коротко, натурально. Все, как просила. Клиенты зачастую подкидывают молодой предпринимательнице интересные, а главное – полезные идеи. И Юля к ним прислушивается. В этом салоне есть небольшая детская комната. Очень удобно для мам, и деткам здесь особенно интересно. Мы предоставляем детскую зону. Там работает по поднедельникам профессиональная няня. Дальше у нас самая большая студия. То есть, чем мы отличаемся? Тем, что у нас можно прийти с подругой и дальше с большим количеством подруг и делать, например, одновременно маникюр. У нас есть услуга в 4 и 6 рук. То есть, маникюр и педикюр одновременно можно сделать. И маникюр, педикюр и брови. То есть, 6 рук. То есть, человек за полтора-два часа просто весь уходит готовый. Немало важен и сервис, предлагаемый компанией клиентам. Качество сервиса лежит в основе конкурентноспособности студии, поэтому нельзя недооценивать этот параметр. Есть, естественно, бесплатный Wi-Fi, как везде сейчас принято. Это наша зона отдыха. У нас здесь, кстати, карта мира расположена, откуда клиенты присылают фотографии с нашим маникюром, и мы располагаем их у нас. Чтобы сохранить репутацию салона, приглашайте мастеров с опытом работы. Закупайте фирменное оборудование, материалы для работы, советует Юлия Синева. Непременно следите за ценовой политикой конкурентов. Держите уровень цен в соответствии с рынком. И не забывайте о профессиональном росте как своей команды, так и личностного роста. Я в прошлом году, например, заняла первое место и стала предпринимателем года города Самары. По версии МОЛПРЕД получила грант 100 тысяч, то есть мы потратили на гель-лаки, неудивительно. Поддержку малому и среднему бизнесу в Самаре оказывает и департамент экономического развития инвестиций и торговли. И помощь это не только финансовая, но и консультационная, информационная. На самом деле я ощущаю, вот даже вы меня сейчас снимаете благодаря поддержке государства. Различные устраивают мастер-классы для предпринимателей. То есть учись не хочу на самом деле. Если ты хочешь, то ты научишься. И государство дает поддержку. Сфера услуг, она такая наиболее интересная и наиболее щепетильная в подходах именно поддержки. Потому что это услуги, это восприятие человека, это качество предоставления услуг. И, конечно, в рамках именно сервисных услуг мы большое внимание уделяем все-таки именно на стадии обучения этих предпринимателей. То есть одно дело, когда они уже обслуживают людей, а другое дело, чтобы они понимали и знали, владели навыками качественного предоставления услуг, владели навыками общения со своим потребителем, владели навыками продвижения себя в социальных сетях и вообще работе с аудиторией. Потому что все равно рынок услуг, он достаточно высококонкурентный. И, конечно, от качества предоставления услуг, от позиционирования себя на рынке очень многое зависит. Бизнес в сфере маникюрного сервиса обречен на успех независимо, в какой форме будет происходить обслуживание. Чтобы привлечь стабильный поток клиентов, нужно просто хорошо выполнять свою работу. Качественный маникюр, как результат труда мастера, залог востребованности заведения. Открывать ли бизнес, то на самом деле я тоже поняла, что этот бизнес прибыльен только когда большое количество мастеров. Если у вас до пяти мастеров, то это неприбыльно, потому что слишком маленькая выручка получается и маленький доход. Я желаю начинающим бизнесменам и предпринимателям не бояться своих целей, не бояться своих мечт и просто брать и идти к ним. Все, вот как делаю я.